я хотел рассказать о трех космических проектах которые сейчас ну в общем вот так то что мы куда я не люблю за трибуны стоять она отгораживает человек от людей в общем за меньше чем за год человек человеческие космические аппараты открыли целых три новых мира увидеть которые мечтали ученые на протяжении десятилетий мы и многие наверное из нас и наши родители и наши дедушины с бабушками а то об этих мирах читали могли читать только фантастических романах детских или взрослых в общем как-то прям нам повезло то что в два года в четырнадцатом и в пятнадцатом но в принципе все это в сумме меньше года заняло на нас просто свалились новое открытие на нас свалилась первое посещение космическим аппаратом кометы причем посещение не на несколько секунд или на несколько минут когда они проскакивают она проскакивает а именно что космический аппарат пришел и остался на комедии 2 2 открытие которым который хотелось поговорить и которые достаточно неожиданных бы ожидаемо точнее но все равно вызывающий восторг это посещение космическим аппаратом самого крупного тела в поясе астероидов это карликовой планеты церера ну и конечно три с половиной новых мира потому что три комета церера и плутон но и за полмира у меня хоро отмечен в общем его вы тоже фактически посетили и открыли что-то новое и вот даже сейчас продолжаем открывать продолжается открыть и это все продолжится еще полтора года пока все данные с новых горизонтов будут к нам идти вот обо всем по порядку вот космический аппарат розетта отлично помогут летел уже больше в 11 лет он как в полете в 2004 году он стартовал полетел комете со сложным названием 67 пичу римова герасименко причем чурюмов герасименко это для нашего языка более-менее привычные произношения а для европейцев европейское космическое агентство выпустила на ютюбе на своем канале специальные пояснения как произносится правильно то есть они не могут даже прочитать чтобы на слуг они восприняли как это звучит чурюмова герасименко но это два клим чурюмов и светлана герасименко два астронома советских герасименко сделала кадры космоса на которых потом клим чурюмов обнаружил собственно эту комету поэтому она получила двойное название и она в общем розетта они готовили вообще к другой комете там техническая накладка произошла то ракета точнее такая же ракета на которой должна была стартовать розетта взорвалась при запуске поэтому отложили чтобы перепроверить следующую ракету чтобы аппарат не погиб и поэтому время пропустили к тому кто и комете которые изначально запланировали а это была резервная вот это это была резервная и в общем ей повезло и повезло что очень важно они обнаружили и и чурюмов и герасименко они по моему в шестидесятых или в семидесятых годах обнаружили и клим чурюмов он уже но они оба общем достаточно пожилые люди клим чурюмов постарше и вот эти годы он жил практически можно сказать ради того чтобы дожить до того момента когда все-таки розетта доберется до кометы увидит ее и когда она добралась он в общем даже так вас воспринял воспрянул лекции стал читать то есть держится бодрячком то есть он все думали что вот он только только доживет до того чтобы увидеть комету а он коп и решил и дальше пожить ему в общем это понравилось ладно так это у меня или у меня вот эту картину я бы назвал перелеты в космосе это просто в чем вообще необычность полета розетты первые аппараты которые отправились к комете на встречу комете были полетели восемьдесят шестом году с тех пор аппараты космические подлетали к кометам был аппарат deep space deep impact который сбросил специальный импактор который болванку такую медную 60 килограммовый который врезалась в комету были аппараты которые пролетели star dust пролетел с таким специальным сачком мимо кометы собрал в этот сачок при кометную и доставил на землю то есть кометы не были совсем уж не открытыми телами для вот это для до этой миссии необычность этой миссии сложность вот такого перелета который здесь был в том что космический аппарат догнал комету если раньше с кометами встречались пролетали на встречных орбитах и фактически близко к нельзя было подлететь комете потому что скорость кометы ядра и скорость пыли вокруг нее просто уничтожала как наждачкой просто космический аппарат либо выводила из строя оптику потому что очень высокий скорость и там десятки километров в секунду столкновение на таких скоростях конечно даже маленькие пылинки они просто уничтожают космический аппарат поэтому до конца приблизиться поэтому кометам либо подбирались вдалеке от солнца когда вокруг кометы еще не так много комы первая эта встреча была с кометой галей когда она возвращалась от солнца поэтому вокруг не было огромная кома и аппараты не смогли достаточно близко потом подобраться это же комета но надо периодично периодически коротко периодическая она делает полный оборот по своей орбите где-то за шесть лет там чуть больше и когда запускали аппарат в общем знали где она и как окажется и зачем он так много крутился он получал дополнительные разгоны за счет вот таких встреч три трижды он встречался с землей пролетал мимо земли один раз с марсом и каждый каждый встреч добавляла ему скорости чтобы в конце концов он сделал большой оборот и догнал такие где он там ее догнал нас в дальней точке своей орбиты комета она дальняя точка и орбиты она чуть-чуть заходит за орбиту юпитера то есть она недалеко улетает она не летает за пределы солнечной системы за покровение за пределы орбит планет солнечной системы как например коллег комета галлея но где-то после юпитера после отдаления уже от юпитера и ее розетой догнала догнала на и прошлым летом и сейчас уже вот это не самый первый снимок который она сняла но все-таки с того момента как розетта догнала комету комета начинает нагреваться потому что она все время приближается к солнцу при этом она не приблизиться к солнцу ближе чем земля расположенного солнца то есть она не дни не улетит в солнце или не пролетит мимо солнце на близком расстоянии она все-таки на такой орбите которая достаточно хило холодное по сравнению с другими но все равно она разогревается усиленно и сейчас она приблизилась уже почти к ближайшей точке ближайшую точку она пройдет ближайшую к солнцу точку она пройдет в августе но сейчас она все больше из нее бьют вот эти джеты поначалу это были газы типа углекислого который испаряется для кадра испарения которого нужна не такая высокая температура как для воды а сейчас туда уже в общем и пар входит в тот момент когда комету догнала розетта с кометы испарялась примерно два стакана воды в секунду в виде пара сейчас это конечно гораздо больше и когда встреча произошла кометы и розеты розетта подлетела сначала на 100 километров потом подлетела на 30 километров покрутилась изрядно вокруг ядра кометы отсняла кадры как право сейчас увидим просто фантастические и сейчас она уже не может этого сделать потому что вокруг кометы гораздо больше пыли и даже несмотря на то что скорость пыли исходишь скорость космического аппарата уже там не десятки километров в секунду метры в секунду но все равно пыль может очень сильно навредить космическому аппарату вот так выглядела а и что самое важное розетта это была только часть научной миссии на розетте располагался второй космический аппарат филы но его для русского языка проще филий называть хотя правильное произношение филы и вот этот данный кадр это бортовая камера фит и сняла комету она должна это была камера должна была включаться в нау в нормальном своем режиме только после посадки на саму комету на ядро кометы но здесь они решили то что назвали сэлфи розетты хотя это реально вот только одна рука скажем так одна солнечная батарея розет и здесь видно филы просто пристыкован в данный момент но необычность этого кадра в том что позже был сделан еще один кадр и вот подобное приближение до этого она еще также марс фотографировала в общем очень знаково и вот такого ну и дальше мы сейчас посмотрим в таком качестве до прошлого года человечество кометы не видела не могло себя представить что можно во первых увидеть во вторых долго смотреть на то что на ней происходит и наблюдать различные подробности в таком качестве когда первые снимки стали приходить кто-то говорил да это просто горы сфотографировали там ночью но если задуматься это совсем не те горы что нам кажется и здесь чтобы улететь с кометы нужно подпрыгнуть со скоростью 1 метр в секунду ну может быть человек не сможет этого сделать хотя нет от земли не сможет оттуда то он легко сможет и когда они сбрасывали филы там были проблемы с тем что у него были гарпуны специальным должен был ими выстрелить перед перед посадкой чтобы при гарпунете к поверхности у него были двигатели ракетные которые дули вверх то есть они должны были он должен при ну как прикоснуться плане коснуться кометы поверхности кометы и двигатели должны были струи двигательные должны были ударить вверх чтобы он не отлетел чтобы он прижался в результате двигатели не сработали гарпуны не сработали и он отлетел все-таки но не улетел совсем немного пропрыгал и все-таки добрался до поверхности но вот то что открыла это снимки розеты и ну вот в таком качестве вот камень мы прервал он просто висит на каком-то на какой-то небольшой части своей но может быть такое что-то в пустыне можно увидеть конечно но здесь это совсем действительно это другой мир который очень сложно нам понять а вот это кадр уже тот момент когда филы отстыковался и полетел на встречу с кометой это сама розета снимает и она снимала да вот так филы и розета выглядит в представлении мультипликаторов европейского космического агентства надо отдать должное европейцы по части пиара просто отлично отработали эту миссию мы-то там может быть до нас только мультики доходят они очень очень много всяких флешмобов устраивали там они записывали десятки роликов или там предлагали всем энтузиастам космических исследований записывают ролики вайкап вайкап розета когда они должны были пробудить от гибернации от долгой там когда она была практически в отключенном состоянии и пора было включать и очень по европе колесила гигантская фура делать с демонстрационных такой музей на колесах которым рассказывал что такое кометы почему важно их изучать почему запустили именно розету что она будет делать в общем мультики фильм они даже сделали небольшой короткометражный ambition в общем они сделали все чтобы донести свое увлечение свой интерес космосу до людей которые космосу не имеют прямого отношения но здесь да это мультик можно стоит просто отдельно пересмотреть их целая серия очень милые и особенно их приятно смотреть сейчас когда знаешь что филы несмотря на все проект проблемы которые с ним были он все-таки проснулся потому что он сел проработал один день у него села батарейка и все и он заснул и его очень долго не могли разбудить думали потеряли не потеряли через полгода он взял и проснулся и в общем вот так его полет составил за взгляде с розеты состоялся в сторону и он пролетел 8 километров там розета сделал специальный маневр она так крутилась на высоте 30 километров над ядром она сделал специальный маневр снизилась до 8 километров это время отстрелился филы полетел вниз и вот здесь вот почему я просил сделать потемнее чтобы было видно вот эта . это филы летит над поверхностью кометы в оригинале снимка там специальной стрелочкой такой указан что вот она мне специально стрелку стер чтобы можно было вот представить все это но несмотря на и финал вот филы села сел в вращение фактически в некую скальную трещину успел снять вот этот кадр вот мы видим тут нога здесь специальный бур который должен был забуриться в грунт таким чтобы вцепиться фактически в него чтобы его космический аппарат не сорвало групп буры тоже не сработали в общем главное что по механике у нее много что не сработало но все научные инструменты отработали как надо и получилось так что в тот в тот момент когда у нее еще был полный заряд батареи она сделала все что смогла или он наверно он все таки она это для европейской традиции он филя сделал все что смог и не успел передать очень много научных данных потому что батарейка села а у него в отличие от от новых горизонтов у него не там не изотопный источник энергия у него солнечной батареи и сначала ты его сбрасывали на равнину где он его бы хватило сон был ему бы мной было много солнца даже его сбрасывали строить с таким расчетом что он сядет на эту равнину и в тот момент когда происходил из стыковка с кометой высадка его ему бы света хватало акта а к сегодняшнему моменту когда комета подлетел еще ближе к солнцу солнце уже просто перегрела и убила бы его а у него получилось так что он свалился он упал сел тогда он еще думал что он садится он сел на на равнину подскочил пролетел 20 километров еще нет не 22 километра пролетел еще раз уже упал снова просто подскочил пролетел по моему 30 метров и все-таки вот остался в этой расщелине его долго найти не могли сейчас вроде бы даже нашли его на снимках розеты и пока сейчас самое интересное что я от него жду это результат просвечивания они вдвоем с розетой сделали такой узи радарная внутренностям комета то есть внутреннюю структуру кометы все-таки непонятно она такая из двух частей вроде бы состоит и непонятно что является ли это каким-то неким однородным телом которое стало странным образом разрушаться от воздействия солнца либо это результат столкновения двух комет в общем мы сможем это узнать после того как будут как раз данные вот силы полученные проанализированы и опубликованы но мне кажется более не знаю вдохновляющим что ли более невероятным снимком вот этим это розетта в тот момент когда вот вместе с филий пролетала близко комете с расстояние 8 километров вот это пятно это тень тень космического аппарата на поверхности кометы пролетая мимо кометы сфотографировал свою собственную тень это тоже в общем хипсерская фишка своей тени фотографировать но здесь было все гораздо более гораздо сложнее и интереснее а вот так комета многие говорят почему цветных камеры кадров нет вот есть цветной кадр и в общем разница небольшая но здесь что интересно вот то что синеватого оттенка имеет это как раз водяной лед это вода здесь там другие азотный лед углекислотный лед а это именно водяной что интересно как раз в этой шее в этом перевале кометы найден именно лед и вот сейчас как пытаются понять связано ли как-то это с ее формой и в общем тут еще исследований на годы вперед поэтому какие какая-то информация будет приходить и самое интересное из всей этой миссии то что она опровергла фактически опровергла ту гипотезу которая была главным обоснованием того что нужно выделить этот миллиард евро и запустить эту космическую этот космический аппарат сейчас преобладающая гипотеза бы образование океанов на земле это то что на землю падали кометы в кометах содержалась вода и все это падала 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 падал их какой-то момент нападала нам целый моря и океаны для этого для удостовериться в этом послали розету чтобы она проанализировала воду на кометах и сказал что дата вода или не то ну там различный изотопный состав по этим различным компонентам могут определить и определяют и определили что это не то вода что вода на земле имеет не то происхождение большая часть воды на земле имеет не то происхождение какое вода имеет в кометах и они настолько вот этот гипотеза о том что вода на земле прилетела с кометами Она настолько закрепилась в умах ученых, что сейчас они сказали, ну, может быть, это какая-нибудь неправильная комета, может быть, это не из тех, которые падали на Землю. То есть с таким намеком, что нам еще пяток розет нужно к разным кометам, чтобы перепроверить. Ну, конечно, в ближайшие десятилетия вряд ли им кто-то еще даст на подобное, потому что в космонавтике и в исследованиях космоса такая привычка, ну, принцип такой есть, что одно и то же повторять неинтересно, а если делать что-то такое же, то в 10 раз больше. Если Хаббл вот сейчас старенький стал, мы не будем делать второй Хаббл, мы сделаем в 10 раз больше, Джеймс Веб. И вот такого, почему не полетим на Луну? Потому что это было, надо больше, полетели на Марс, но это дорого, поэтому никуда не летим. Вот. И, в общем, сейчас комета как раз, сейчас розета заняла хитрую точку, она летит перед кометой. И все, что от кометы летит, оно летит, в общем, в другую сторону и не представляет опасности для розеты. Сейчас она летит где-то в 100 километрах перед кометой. И что будет дальше, пока неизвестно. В общем, ну, сейчас надо слить большая часть данных с Филы, попробовать с ним что-то еще поэкспериментировать, соорганизовать какие-нибудь еще эксперименты, пока там что-то работает. А что потом, в общем, и неизвестно, когда розета изучит все, что сможет, Филы изучит все, что сможет и передаст все, что сможет. И уже говорили, ну, до того, как Филы проснулся, говорили о том, что, возможно, розету попытались бы посадить на комету. То есть, ну, даже не посадить, а просто положить, потому что у нее средств для посадки нету, но они бы могли, в общем, сделать это, и так бы она осталась лежать на комете, может быть, до следующего возвращения этой кометы. Но как будет, будет ли она лететь рядом или ляжет на комету, пока неизвестно, но это определится где-то, наверное, уже к началу 16-го года. Вот так примерно выглядит комета во взгляде розеты. Здесь как раз что и интересно, что можно видеть вот эту светящуюся кому, которая в отдалении, когда комета далеко от Солнца, ее фактически нет или она совсем тоненькая. И вот она сейчас примерно однотипные фотки вот такие присылает, но все равно каждая из них достойна того, чтобы считаться фотошедевром. Вот, добираемся мы до следующего таинственного мира, который на протяжении десятилетий был, на протяжении почти двух столетий, был для человека в виде одной точки, на протяжении двух десятилетий был для человека в виде вот такого бледного шарика. Это Церера. Это съемка космического телескопа Хаббл. В динамике, как мы видим, они пытались изобразить, но, в общем, осевое вращение видно Цереры. Но это все, что о Церере знали, ну, точнее, как ее видели на протяжении почти 20 лет, с того момента, как Хаббл ее снял, даже меньше 20. Чем интересна Церера? Церера – это первое космическое тело, открытое в большом, в главном астероидном поясе, тот, который между Марсом и Юпитером. Когда ее открыли, думали, что нашли новую планету, потому что промежуток между орбитой Марса и Юпитер очень большой, и предполагалось, там, ну, может быть, про Фаэтон многие слышали, предполагалось, что там есть планета Фаэтон, когда ее открыли Цереру, думали, что это она, потом поняли, что она слишком маленькая для планеты, потом стали открывать другие астероиды, подумали, что это осколки планеты Фаэтон, потом посчитали, сколько, если сложить все астероиды, получится тело размером в одну двадцатую часть Луны, и поняли, что, наверное, нет, все-таки это на Фаэтон тоже не тянет. Сейчас считается, что астероидный пояс – это, скажем, такие зародыш планеты, планеты, которая не смогла сформироваться из-за сильного гравитационного влияния Юпитера. Юпитер там большой, действительно, он серьезно влияет, и поэтому, в общем, он сейчас является таким пастухом астероидов в астероидном поясе. Там несколько групп астероидов, и все их движение зависит синхронизированно с движением Юпитера. Поэтому не сложилось здесь с другой планетой, но Церера, по крайней мере, успела набрать массы, чтобы приобрести сферическую форму. Все-таки Веста – второй по величине, и в два раза меньший астероид, уже в астероидном поясе, он больше такой яйцеобразный, чем сферический, хотя не совсем уж там бесформенный. Вот, и к Церере, да, вот так Церер увидел космический телескоп Хаббл, вот так Церер увидел, это карта Цереры, космический телескоп Гершель. У Гершеля телескоп, диаметр телескопа в полтора раза больше, почти в полтора раза больше, чем у Хаббла, но он смотрит в дальнем инфракрасном диапазоне. То есть он видит совсем не то, что увидели бы наши глаза, и зато в данном случае он смог определить, что на Церере есть две точки, два участка, где наблюдаются выбросы водяного пара. То есть с Церерой продолжается испарение, либо выбросы в виде гейзеров. Это, в общем, неожиданное явление. В принципе, вода на Церере не неудивительна. Уже давно известно, что Церера – внешняя карация, Церерой состоит из воды, из льда. Ну вот, то, что этот лед испаряется, то, что этот лед выбрасывается, ну, там не атмосфера, в экзосферу скорее, ну, в принципе, в окружающее пространство, это было новостью. Но, правда, выбрасывается он совсем мало. Там, по-моему, литр или два литра в секунду на гейзеры это не тянет, хотя бы потому, что гейзеры Энцелада, они выбрасывают 200 литров в секунду. Это уже серьезнее, и это даже видно издалека просто. Здесь, ну, тут издалека смотрели, но не из такого далека, чтобы что-то увидеть. Ну, понятно, что здесь вроде бы все это из кратера происходит, а где происходит здесь, не очень понятно. Для изучения, вот так, Церера уже нам открыл космический аппарат Доун, и для... Его отправили... У него миссия была похожая немного на миссию Розетты, по крайней мере, она была столь же незамысловатой, вот, но его отправили, чтобы изучить два мира, Весту и Цереру. Весту он, в общем, проштудировал в году 2009-2011, по-моему. Ну, в общем, после этого он два года летел к Церере. Я очень долго ждал. У него там есть проблемы с двигателями. Он уже так, на честном слове, на одном крыле летит, и я надеялся, что он все-таки долетит, и он долетел. Ну, вот здесь еще это изображение художника, как он себе представляет Цереру. Вот так она выглядит уже во взгляде. Ну, здесь тысяч двадцать, наверное, километров расстояния. И уже в первом взгляде на Цереру, да, вот здесь видно, что где там Веста у нас. Вот она, Веста. И у него, если у Розетты обычные химические двигатели, то у Доуна, у него ионные двигатели, они, в общем, достаточно редко используются для исследовательских полетов. У него фактически второй космический аппарат с ионным... Нет, третий с ионным двигателем, кто улетел от орбиты Земли и отправился исследовать. Еще была Хоябуса японская и был Дип Импакт, тоже американский. Так обычно ионные и плазменные двигатели используются для стабилизации крупных космических аппаратов на геостационарной орбите. Вот они первые попробовали. И, в общем, вот эта возможность его встретиться с двумя астероидами, фактически находящимися на противоположных сторонах главного астероидного пояса, они... Это было только благодаря ионному двигателю. Вот так. Была уже такая съемка. Ну, это не видео, конечно, но это съемка с некоторой периодичностью, может быть, даже час или несколько минут, минут 20 между каждым снимком. И вот здесь уже виден самый интригующий, до сих пор не раскрытый объект на теле Цереры. Вот эти яркие пятна. Им даже уже на Википедии есть отдельная страница, так называется, яркие пятна Цереры. Вот они уползают. Понятно, что это не дефект снимков, потому что мы видим его передвижение по поверхности. И понятно, что... В общем, непонятно, что это такое. На сайте НАСА они даже устроили целую голосовалку. А что думаете вы, что это такое? Там вулканы, ледники, еще что-то, еще что-то. Скорее всего, конечно, это ледники, это лед, просто вот если кора, вся кора Цереры состоит из льда, но внешне она так припорошена реголитом, который нападал там за миллионы, миллиарды лет, пока Цереру, как мы видим, ее усердно бомбардировали метеориты. И вот эти метеориты, внешний слой как раз такой, не ледяной уже и оставили. Он небольшой, может быть, несколько сантиметров. Но вообще Церера, она находится на границе так называемой снеговой линии. Это то место, где севернее, дальше которой от Солнца, лед не испаряется под прямыми лучами Солнца. Все, что до этой линии, вот Марс, например, у него только на полюсах держится лед водяной, а где-то ближе к экватору он уже испаряется под солнечными лучами. Дальше уже ближе к Юпитеру. У Юпитера уже ледяные спутники, там Европа, ледяной спутник, и на ней лед под лучами, под прямыми лучами Солнца не испаряется. А Церера находится как раз на этой самой границе, где вроде бы уже не должно испаряться, но все равно ей потребовалась вот эта вот такая шуба небольшая, для того, чтобы защитить свой лед от солнечных лучей. И, вероятно, то, что мы видим здесь, это результат падения метеорита, может быть, нескольких, но здесь, видимо, просто был, скорее всего, один, но раздробился на несколько фрагментов, ударил по этому месту и оставил такие отметины, просто, видимо, это совсем недавно произошло, ну, относительно недавно, там, плюс-минус миллион лет для жизни планеты, это совсем недавно. Но это не окончательно. Это, скорее всего, самая банальная и самая очевидная версия того, что произошло, может быть, что-то еще. И, я думаю, те, кто запустили Доун и там сидят в НАСА, да и многие другие до сих пор надеются, что это что-то не то, что, может быть, это все-таки инопланетный мегаполис, или хотя бы вулкан, крио-вулкан, который выбрасывает лед во время извержений, лед и пар. Такие крио-вулканы вроде бы найдены на Титане, а здесь вот непонятно. Самая большая проблема с вулканами на Церерии, то, что вроде бы нет физической причины для нагрева этого тела, потому что она слишком маленькая для того, чтобы накопить в своем центре большое количество урана и прочих делящихся веществ, чтобы разогреваться, как считается, разогревается Земля и другие крупные тела. И она не находится ни с каким другим телом в достаточно сильном гравитационном взаимодействии, чтобы недра нагревались во время приливными силами. То есть, когда, ну, то, что мы знаем, там, с приливами бывает на морях, примерно то же самое происходит и с корой планеты, ну, в принципе, со всей планетой. Если вода туда-сюда достаточно хорошо просто ходит, то если мы просто плотный камень помнем, то, не имея возможности раздробиться и рассыпаться, он начнет греться. Ну, как мы, когда проволоку пытаемся переломить алюминиево, она начинает греться. Вот примерно таким же образом греются, ну, и недра Земли, в том числе, благодаря тому, что у нас есть Луна, недра, например, спутника Юпитера Ио, они очень дико разогреваются. На Ио постоянно бьют вулканы, и как раз именно за счет того, что рядом находится Юпитер, и постоянно вот таким образом разогревает недра Ио. Что-то подобное, возможно, и на Плутоне, мы об этом еще поговорим. А вот на Церели нет ничего такого. У нее нет крупных спутников, у нее нет большого там... Юпитер, в общем, относительно поблизости, но все равно не настолько, чтобы разогреть ее недра. Поэтому вулкан маловероятен в этом месте. А вот в другом месте... Найдете? Что здесь необычного на этом фотографии? Ну, помимо того, что это ближайшая к Земле карликовая планета, которую открыли. Увидели в таком качестве всего несколько месяцев назад. Вот этот объект, ну, так он, конечно, на яйцо похож, но реально, это гора. Нассовцы опрометчиво написали, что это пирамидальная гора, поэтому тут же по новостям, а пирамиды, пирамиды на Церели. Вот. Ну, так он на пирамиды очень относительно похож, но это реально коническое образование, которое не похоже ни на что другое на Церели. и оно даже не является игрой светотени, то есть это не какой-нибудь кратер, который мы неправильно смотрим. То есть вот серия снимков, и видно, как этот вулкан проходит, ну, или что это гора, скажем так, и даже на горизонте видно, что она выступает, как столовая гора. Скорее всего, это вулкан. Непонятно, почему он один. Непонятно, почему он вообще там появился. Каким образом? И вот этот вулкан, он для ученых, наверное, позагадочнее, поинтереснее, чем вот эти пятна. С пятнами-то более-менее все как-то объяснить можно. Ну да, там упал метеорит, обнажил белый лед. Все вроде бы. А вот как это образовалось, и почему нет такого же, если там что-то привычное для Цереры, в общем, пока еще непонятно. И сейчас все еще исследование продолжается. Да он вращается на высоте примерно четыре с половиной тысячи километров над Церерой, и у него по программе постепенное снижение до двухсот километров. В августе он снизится до двух тысяч двухсот километров, примерно в два раза. И то, что мы сейчас посмотрели, кадры, они уже будут не такими интересными, потому что появятся более детальные. И можно будет новый этап просмотра Цереры, новый этап, возможно, каких-то новых находок непонятных. И, в общем, все еще впереди. И он будет снижаться, по-моему, до конца пятнадцатого года, пока не наберет вот эту высоту в 200 километров. И все это мы увидим в гораздо более высоком качестве. Поэтому остается только ждать. Открытия все еще продолжаются. Исследование все еще продолжается. Мы не те, кто пришли посмотреть на результат. Мы те, кто являемся зрителями непосредственного процесса исследования. Буквально сейчас я вас всех отвлекаю от брифинга НАСА, на котором они обещали показать новые снимки Плутона. То есть то, что мы сейчас посмотрим с Плутоном, это уже не самое свежее. Самое свежее показывает прямо сейчас. Ладно, вот Плутон в разных формах и раз сделанный в разное время. Начинается с четырех пикселей и добирается, добирается до логичного завершения, которое прислали вчера. Но пойдем по порядку. Новые горизонты – это она очень интересная миссия. По многим причинам она очень сильно отличается от всех других. Примерно она похожа на Voyager. Это миссия, но у Voyager было несколько целей. У новых горизонтов цель же одна или, можно сказать, или две или полторы. В общем, Плутон и его спутник Харон. И здесь все заточено только вот под это. Здесь радиоизотопный источник, потому что солнечные батареи на такое расстояние, ну, в общем, не бесполезны, но с этим все гораздо проще, он легче. Да и весь этот космический аппарат, если розетта, по-моему, по две тонны вместе с горючим, то этот – 600 килограмм. Горючего у него немного. В нем сделали все, чтобы упростить и ускорить выполнение задачи. Его траектория поражает. Это как, наверное, можно вспомнить историю с строительством питерской московской железной дороги. Как полетим? Ну, вот так. В общем, вот только у Юпитера там немного свернули, когда делали гравитационный маневр. Не стали мудрить, потому что цель была долететь как можно быстрее. Если бы использовались гравитационные маневры, на все бы это ушло гораздо больше времени. Вот сейчас моя фраза там с Хаббра расползлась по интернетам, когда мне спросили, а почему полетели по прямой? Почему нельзя было там… А, полетели по прямой и не стали тормозить, потому что разогнавшись до такой скорости, такой легкий аппарат с таким малым и запасом топлива, затормозить уже не получится. Он пронесется мимо и полетит дальше, по той же самой траектории. И меня спросили, почему вот именно так? Я говорю, ну вот он даже вот так летел 9 лет, а у ученых есть принцип, если планируешь эксперимент, то ты должен дожить до его конца. Ну, может быть, даже если бы он летел 20 лет. Вот Чурюмову повезло на самом деле, далеко не все могут этим похвастаться. Ну вот у Хиггса тоже, кстати, получилось. В общем, они только здесь немного ускорились. Когда он стартовал, он еще имел скорость чуть меньше третьей космической, там 16 с чем-то, 16,3, по-моему, десятых километров в секунду, а для того, чтобы сбежать из Солнечной системы, надо было иметь 16,6. Вот он этот дополнительный набрал у Юпитера, и все, возвращения не будет. Он так и унесется, и вот все, что построили инженеры, сейчас, ай, так, назад. Все, что построили инженеры, вот у него одна камера есть, вторая камера, то есть у него все пришито, у него ничего не двигается. Если ему нужно передать что-то на землю, он разворачивается к земле тарелкой, и он уже не может ничего снимать. Если он что-то снимает, у него тарелка отвернута от земли, поэтому он может снимать, но не может передавать на землю. У него одна камера смотрит в одну сторону, вторая камера смотрит в другую сторону, и ему приходится ворочаться то туда, то сюда. Часть приборов у него также на другом углу расположена. Это, в общем, его постарались сделать как можно легче, как можно проще, ну и как можно надежнее, потому что в космосе главное к чему стремятся, это надежность. Вот здесь мы видим анимацию его движения в течение суток. Вот он, и вот его траектория, он пролетает просто через систему Плутона. Несколько спутников, пронесся мимо Плутона, еще чуть-чуть поснимал, и, в общем, все. 9 лет для того, чтобы поработать одни сутки и уйти на пенсию. Самое интересное, наверное, было работать ученым с ним. Ты построил аппарат, запустил, и все. Ты 9 лет можешь ничего не делать, и ты знаешь, что тебя не уволят. Ну, что твоя работа будет вот там, у Плутона. Ну, они, конечно, там, они провели хорошую съемку и хорошую тренировку на системе Юпитера. Они снимали несколько астероидов, пока летели. Они там каждый год проводились ему, как сказать, это... Ну, в общем, проводились с ним технические работы, чтобы проверить, что он работает, и отправляли снова в гибернацию. Пробуждали, проверяли, отправляли в гибернацию. В общем, находили себе чем заняться, чтобы оправдать свое присутствие на рабочем месте. Ну, все-таки они добрались до этого места. Теперь они будут полтора года, там, больше даже, чем полтора года, сливать с него данные, потому что скорость 1 килообит в секунду, там, чуть больше. Набрали они за это время около 5 гигабайт данных. И полтора года будут себе по одному кадру. Они сейчас очень хитро придумали. Они сливают по фотке, там, одну-две фотки за сутки они сливают, устраивают брифинг, собирают журналистов, показывают эти фотки, говорят, ну, все, до завтра, завтра мы вам еще покажем. До следующей сети снова собирают брифинг. Вот сейчас они этим как раз и заняты. И они могут так полтора года делать. Ну, конечно, вчера они показали Плутон в расстоянии 77 тысяч километров. Сейчас они должны хотя бы в два раза поближе показать, чтобы сохранять интригу и уж не выдавать все сразу. Вот. В общем, вот так в мае, только в мае, вот космический аппарат летел 9 лет, но только в мае 2015 года он смог увидеть Плутон в качестве лучше, чем видел Хаббл от Земли. Вот это как раз, что у нас там по датам? А, это еще апрель. То есть Хаббл видел, ну, примерно такое же качество было у Хаббла в это время. Здесь же мы видим вращение системы системы Плутон и Харон. И чем она необычна? Тем, что Харон не вертится вокруг Плутона. Это не классическая система планета-спутник. Это двойная планета. И они вместе вертятся между некой точкой между ними, вокруг точки между ними. Ну, они похожи, как, например, если там папа возьмет ребенка за руки и начнет крутить вокруг себя. Они будут вращаться вокруг точки, которая там будет около носа папы. Потому что у ребенка тоже будет существенная масса, ее надо будет компенсировать, отклоняясь. Вот здесь примерно такая же. Ну, или еще я, как пример, приводил в блоге, это метатель ядра. Когда он раскручивает его, в какой-то момент перед самым броском, когда очень сильно ядро раскручено, молото, молото, ядро на этой, на цепи, вот в какой-то момент они движутся, голова метателя молота, и вот этого ядра на цепи молота, они движутся именно вот под такой траекторией. Что самое интересное, ближе всего в Солнечной системе по вот такой схеме взаимодействия это Земля и Луна. Нет в Солнечной системе, кроме Плутона и Харона, в Солнечной системе нет космических тел в соотношении такого размера основного тела и такого размера спутника. Все остальные спутники, есть спутники, которые больше Луны, там, Ганимед, например, но в соотношении со своей планетой с Юпитером он совсем ничтожен, его там масса, его воздействие на Юпитер. С Землей, у Земли и Луны, Земля и Луна тоже вращаются не вокруг, то есть Луна не чисто вокруг Земли, не вокруг центра Земли Луна вращается. Просто вот эта точка между, центр масс, так называемой, между двумя телами в Земле, у планеты Земли, он не выходит за пределы Земли, он все-таки внутри, но не в центре. Поэтому вот это взаимодействие папа и ребенок, держащийся за руки, она сохраняется и у Земли. Земля по своим характеристикам ближе всего именно к категории двойной планеты, а не планеты и спутника. Ну вот, классическая двойная планета это именно Плутон и Харон, потому что у них центр масс не входит ни в одного, ни в другого. Вот это, это много Плутонов и Харонов. В нижней строчке это Хароны в верхней точке Плутоны. Здесь просто отражено, как как видела камера камера Ньюк Новых Горизонтов, приближающийся Плутон и Харон. То есть, сначала было совсем немного, это вот расстояние 20-28 миллионов километров. 15 миллионов километров не сильно отличается, но только что размером увеличились. Вот на на 7-й, даже, наверное, еще на 12-ти миллионах километров обнаружили, что Харон не такой уж простой, что у него есть, обнаружили его темное пятно. Потом уже Плутон достиг того уровня видимости, как они называли, уровень в общем тот, на котором когда-то был Марс, когда на нем рассмотрели каналы, то есть столетней давности. Но они не стали выдумывать каналы, они просто решили дождаться продолжения, и в общем продолжение прибыло, уже на Хароне увидели кратеры достаточно мощные, гораздо лучше увидели вот это потемневшее пятно, уже определили, что это углеводородные соединения, которые, в общем, нередки на ледяных спутниках. Естественно, он состоит из-за льда точно так же, как и Плутон, ну его кора внешняя, но на Плутоне все гораздо вот так, это в общем их реальное соотношение, масштаб диаметров спутника и Плутона, и вот это расстояние, просто чтобы представить, для Земли и Луны гораздо больше. Ну это и вот так нам Плутон предстал, сняли 13 июля, показали, наверное, 15, тут же люди увидели сердце, конечно, увидели его розовый цвет, обратили внимание, хотя цвет, он, ну фактически ненастоящий, то есть он был получен, когда еще Плутон был вот такой, просто, как это в этом, в фотошопе есть инструмент, получить цвет пипеткой и залить на всю площадь, вот они примерно таким образом получили весь цвет Плутона, когда посмотрели в различных спектрах, оказалось все гораздо сложнее, не просто светлый, темный, но многие обратили на это внимание, на это сердце, тут же нарисовали мультиков, нарисовали, вот он немного замедленный почему-то получился в презентации, но все-таки примерно так происходила эта встреча, если бы Плутон был столь сентиментальным. Да, и сейчас неприятные минуты расставания. Да. Ну, круто, сейчас сердце разорвалось, но есть другой, ой, сейчас, другой вариант, более оптимистичный, вот там народ уже говорит, который добрался до сайта NASA, говорят, сейчас сердце выложили в более хорошем качестве, вот если здесь это то, что опубликовали уже два, наверное, или три дня назад, если здесь взглянуть, это уже как раз именно в свете с использованием различных диапазонов, можно видеть, что сердце далеко не однородное и фактически состоит из двух частей, которые отличаются и цветом, и структурой поверхности, то есть здесь более однородная такая как раз часть левая, а справа она уже более разрушенная, скажем так, и покрыта совсем другим веществом, тот же голубой цвет, скорее всего, это вода, а более розовый это, скорее всего, азотный лед, в общем, все гораздо интереснее, чем могли ожидать, ну и вот это темное пятно на, стоп, на хороне назвали мордор, ну, по крайней мере, собрались назвать, там процесс согласования длительный, но все-таки вот это длинное темное пятно, сейчас, вот здесь длинное темное пятно назвали Ктулху, вот это пятно поменьше, но не менее темное назвали Балраг, так что, а вот это сердце, как нас как раз назвали регион Клайд Тамбот, Клайд Тамбот это первооткрыватель Плутона, ну и в общем у него получается очень такая интересная компания Клайд Тамбот и с Ктулху и с Балрагом, вот, ну вот так выглядит Плутон с расстояния 77 тысяч километров, сейчас это уже Баян, потому что сейчас нам показали что-то еще круче, что интересно здесь, на что многие обратили внимание, про что заговорила сразу НАСА, ну понятно горы, горы это интересно, можно горнолыжный курорт открывать, высота 3,5 километра, низкая гравитация, то есть не разобьешься, в общем можно лететь и отдыхать, что здесь самое удивительное это то, что нет кратеров и кто-то там придумал альтернативное объяснение, НАСА говорит, кратеров нет, значит это очень молодая поверхность, значит все это образовалось до того, как на него нападало что-то, ну молодая опять же в планетарном масштабе, там несколько десятков миллионов лет, кто-то придумал альтернативную версию, сказали, ну как же, это же лед, на него светит солнце, он сублимируется, испаряется, и все, верхний слой просто испарился, поэтому мы кратеров и не видим, все испортил Харон, вот он кстати, Мордор, он действительно вот такой прямоугольный некую структуру, очень похожий на то, что рисовал Толген в своей книге, у Харона кратеры есть, и он тоже, его поверхность тоже ледяная, поэтому он портит вот эту вот гипотезу о том, что все испарилось, поэтому все-таки метеориты там летают, они все-таки падают, но почему-то я лично вообще надеюсь, что вот эта живость, скажем, изменчивость поверхности Плутона, она не в прошлом, я надеюсь, что новые горизонты увидят и следы вулканизма, он увидит криовулканы, он может это увидеть там с теневой поверхности, или даже с освещенной, зависит от того, насколько они интенсивны, но я думаю, там будет все гораздо интереснее, чем просто два ледяных шарика, даже если состоит из разного состава льда. Вот это самый актуальный снимок Харона в крупном плане, в увеличенном, то, что у нас есть с расстоянием 80 тысяч, уже есть что-то большее, надо забежать до интернета, вот, ну сейчас космический аппарат Новый Горизонт уже улетел на два с лишним миллиона километров, и год назад и проводя подобные лекции, я говорил, у нас впереди еще Цериара и Плутон, а сейчас они уже позади, и остается вопрос, что дальше, вот, ну дальше, понятно, что там Новый Горизонт и полетит дальше, он будет это делать медленно, а куда нам дальше? Нам дальше уже к звездам надо лететь, надо думать, искать, изобретать, я думаю, я надеюсь, по крайней мере, что многие из нас, и я в том числе, все-таки доживу до того момента, когда с Земли хотя бы стартует первый космический аппарат, который отправится к ближайшим звездам, я очень надеюсь все-таки, что это не отложит еще лет на 100-200 вперед, и я успею его застать. у меня на этом все. Здравствуйте, Виталий, я зовут Мария, не первый раз слушаю вашу лекцию, очень интересно. Вопрос следующий. Если аппарат изначально набрал скорость 16 и почти 3 километра в секунду относительно Земли, соответственно, почти 45 километров в секунду относительно Солнца, по каким физическим причинам его скорость упала на 30 километров в секунду? Это же очень серьезно. Я просто, ну, для меня это не очевидно, скорость. Для меня, в общем, тоже. Ну, это сложная математика, но я думаю, скорее всего, это связано, во-первых, кучей всяких скоростей, там есть скорости относительно и Плутона. Пока, в общем, я сам затрудняюсь вот так ответить на вскид, но, видимо, все равно ему приходилось преодолевать притяжение, и, скорее всего, не знаю, я не смогу, наверное, на этот вопрос ответить, точно. Ну, вряд ли он встречал какое-то сопротивление среды, все-таки это как-то связано с баллистическими вещами. Не, ну, понятно, что она сейчас вблизи, а по центре своей орбиты находится, то есть она, может быть, вы считали и сравнивали, какова была вот эта роль эффектов, может быть, там трения, может быть, его тормозили специально двигателем? Нет, нет, его точно не тормозили, потому что это бесполезно. У него там двигатели не затормозят от силы на километр в секунду, а ему надо гораздо больше, там, если выходить на орбиту этого самого. Ну, вообще, все тела, например, когда кометы пролетают, мимо Солнца и улетают, на момент сближения и на момент максимального сближения с Солнцем их скорость там достигает даже сотен километров в секунду, а улетая, они снова замедляются. Здесь, видимо, тот же самый эффект. Да, просто и была интересная роль эффектов тренировки. Ну, я думаю, я думаю, никакая. Я думаю, никакая. Скажите, пожалуйста, вот, когда, если я себе с Целера, вот, вы сказали, что время ранних трудений были извечены два места в области санчетов. Нашли ли их при исследовании с Солнцем? Одно нашли, это вот тут как раз яркие пятна. Сейчас, тогда это назвали регион А, сейчас этот кратер назвали. Буквально там несколько дней назад была новость об этом. Там начали первый кратер давать. А вот второй, найти, по идее, можно, не так сложно. По-моему, там какую-то местность чуть темнее, чем все остальные, но какое-то точное, точного места, откуда это могло происходить, пока не найдено. Но это не та пирамидальная гора, о которой мы тут говорили. А если на планете вода, в большей гипотезе некоторой, берется с комет, то как она попадает туда на сами кометы, как образуется? Ну, все вещества в Солнечной системе, ну, в принципе, в звездных системах образованы из такого же звездного вещества, просто выброшенного, отброшенного от звезды. И, в общем, здесь-то как раз в той же самой, в том же самом горной породе земной, там воды содержится там до 5%. И вполне вероятно, что вся эта вода, она просто иноменоместная. Когда формировалась и горная порода из этой кометки звездной пыли, тогда и вода там же сформировалась. И просто кометы, они стали водяными, потому что они формировались не в той части, где формировались там каменные астероиды и каменные планеты. Поэтому в этом разница. Но вода, она, у воды, можно сказать, навалом в Солнечной системе, она и на Меркурии есть, и дальше уж Плутона, дальше Юпитера, почти все ледяное. Вот. Поэтому, ну это все происхождение из вещества, которое образовалось во время эволюции в звездах, в первом поколении эволюции звезд. После, те вещества, из которых состоит Земля и мы, они сформировались после взрыва сверхновой. Там до железа вещества, они генерируются именно только во время таких мощных взрывов. а вещества. ху Продолжение следует...